Мы сейчас с вами переживаем период перед Рождеством Христовым. Церковь вводит нас в эти святые дни через созерцание подвига святых правцев. Вчера в воскресный день впереди, в воскресный день святых отцов, и между ними праздник всех святых наших земляков, всех святых в земле Крымской просиявших. Вот вчера мы слышали притчу о том, как Господь зовет каждого из нас на брачный пир, на богатую приготовленную вечерю. Мы слышали о том, как, к сожалению, приглашенные стали отказываться. И тогда, господин, хозяин, который приготовил эту вечерю, тогда не вкусят они этой вечерей. Каждого из нас, возлюбленное Господи, братья и сестры, Господь также зовет на эту вечерю любви. Здесь, в Храме Божьем, совершается не просто праздничный ужин, на который звал тот Господин. Здесь совершается пир веры. Здесь предлагается в Храме Божьем величайшее и богатейшее ясква. Небесный хлеб. Тело Господа нашего Иисуса Христа и Его честная рот. Зовет Господь нас сюда. Обратите внимание, что в притче Господин зовет не землю пахать, не помочь стройке, зовет на богатый ужин. А ведь и сюда, в Храм Божий, Господь зовет каждого из нас, для того, чтобы мы насладились этой богатой трапезой. А что же званные? Один сказал, я вот купил участок и спешу посмотреть его, какая там почва, какая земля, кто соседи, какие окрестности. Как будто нельзя это было сделать завтра или послезавтра. Но это оказалось достаточной причиной для званого, чтобы отказаться от участия в вечере любви. Другой говорит о том, что вот я пару волок, несколько пар волок купил, хочу посмотреть, насколько, каковы они в деле. Как будто это не можно было сделать позже. Ну и так далее. У каждого нашлась своя причина. К сожалению, возлюбленные Господи, братья и сестры, когда церковь зовет нас колокольным звоном, когда церковь зовет нас на празднование того или иного события, у многих из нас оказывается множество-множество причин, чтобы не пойти в храм, чтобы не поучаствовать в этом фире веры, в этой богатой вечери, на которую приглашает нас Господь. Помнится, как-то я общался, хороший у меня был друг, он такой вот, слесарь, так машину чинил замечательно, и как-то говорю, ну-ка, ну-ка, где ты там служишь? Я говорю, да вот, тогда это был кафедральный собор, я обязательно приду к тебе, посмотрю, что ты там делаешь, как ты там служишь, как богослужение совершается. Я говорю, да, Саша, ты так думаешь, что ты так легко придешь. Поверь, дорогой мой, как только ты соберешься идти в храм, тебе столько найдется причин этого не сделать, и только беда заставит тебя прийти. Через некоторое время встречал Сашу, что случилось? Мама умерла, а разве нельзя было до этого прийти? А мама ж, наверное, и болела до этого. Нельзя было прийти и помолиться о маме. Нельзя было поблагодарить Бога за то, что ты жив до сих пор, за то, что многие там уже лежат, не вставая со своих, одра болезни, а ты своими ножками ходишь, и руками трудишься еще, и слава Богу, жив и здоров. Да, возлюбленные Господи, братья и сестры, великим зовет нас Господь к великой и богатой трапезе. Сегодня мы вспоминаем всех святых крымских. Вот они услышали этот призыв. Они откликнулись на этот призыв и пошли ко Христу. И пошли за Христом. Их громадное количество наших земляков крымских. И их молитва, когда мы прибегаем к ним, она особо действенна, потому что они особо близки к нам. Ведь они земляки наши. Они ходили под тем же небом, под тем же солнцем, под которым и мы с вами ходим. Они, может быть, кто-то из них даже и наш далекий предок. И они, мы этого уже, конечно, не знаем, а они это знают и помнят. И в любом случае, они находятся к нам ближе даже с родниками, потому что они наши духовные отцы, братья, сестры и матери. И вот сегодня, когда мы призываем их в молитву апостолов, равноапостольных, праведников, преподобных, мучеников, святителей, грамадное количество святых готовы услышать нас, готовы откликнуться на наши просьбы. Только бы емкость, в которую мы просим у них благодати, просим у них милости, была достаточно хорошей, не прохудившейся, не продырявленной грехами нашими, не заржавленной нашими пороками, чтобы мы могли зачерпнуть эту благодать, которую они готовы приизобильном послать от Бога молитвами своими. И вот ныне, накануне Рождества Христова, возлюбленные, Господи, братья и сестры, возрадуемся в нынешний день за то, что Господь даровал нам этот сон годников, всех святых земли Крымской просеявших. И будем благодарить Бога за это и к ним взывать все святые земли Крымской просеявшие. Молите Бога о нас. Аминь.